Как вы оцените результат? Ну результат отвратительный. 60 минут играли вроде ничего, потом 10-минутный провал. Но видно, что сейчас Краснодар более сыгранная, более целестремная команда, чем наша. Вы сколько оцените, который с командой? Ну надо, чтобы по одной игре не показательно, поскольку Краснодар ведь использовал все свои шансы максимально, так сказать, эффективно. У нас те шансы, которые были, мы их не довели до конца. Но после одной игры какой может быть не доверен? Первое поражение на своем стадионе, еще и такое? Да, к сожалению, почему-то Краснодар в этом сезоне для нас становится таким камнем. Молодые сегодня порадуют? Молодые порадуют тогда, когда будем выигрывать. А так, да, собственно говоря, ставку необходимо на это делать. На молодых игроков мы об этом объявили. Поэтому, собственно говоря, прошу наших болельщиков набраться терпения. Пока молодые ребята не играют. Давыдов вышел, сделал гол. Как останется, комбинацию с промесом. Сказал, что молодые нужно играть и доверять. Потому что мы пытались выиграть за счет легионеров, не получилось. Значит, попытаемся теперь за счет собственных воспитанников. Тем более, сейчас есть целая плеяда игроков, которые могут играть на достаточно хорошем уровне. А тренер разделяет эту философию? Ну, вы сегодня видели. Как он со следующего матча? Будет шанс у ребят? Ну, это не ко мне спрашивать. Необычно было видеть Широкова? Ну, причем он уже играл. Широков, ну, ничего особо не показал. К сожалению, как всегда против нас прекрасно сыграл Ари, который, собственно говоря, и сделал, пожалуй, мяч. Рональдин не напомнил его угол? Ари сыграл прекрасно, к сожалению, да. Уже в который раз? В который раз. Он всегда вот против Спартака, к сожалению, такой бывает. Что он выдает свои лучшие игры в сезон. И в той первой игру, и нынешней сезон. Нет разжирования, что в свое время расстались? Конечно есть. Конечно есть. Владимир Гранат летом переходит в Спартак. Как оцените покупку? Ну, ребята, оцените покупку тогда, когда увидим в следующем сезоне, как он будет играть. Конечно, хочет создать всю линию русской защиты. Но увидим. Игрок качественный. И несомненно для нас это усиление, с учетом того, что у нас в защите есть проблемы. И несколько защитников идет по окончанию сезона. А какие-то еще покупки были возможны? Были. Если на секрет какие-то возникли. Ну, того же Салах очень хотели купить, но не получилось. А что помешало? То, что решили обменять его на другого игрока. Ну, вы знаете, что помешало. Как вообще с Гранатами переходили? Приговоры? Ну, произошло уже все, что же забыли. Очень адекватно проходило и купили по очень адекватной цели. С Зюбой, да, наконец-то закончил этот сериал? Я не комментирую Зюбы, его нету. И у нас дальше. По интернету, а не было возможности играть взять уже в аренду? Было, но у него видео у него травма. Он где-то только в середине апреля играет, но смысл какой-то. Когда он будет только восстанавливаться. Ему проще восстанавливаться в расходе, конечно. Вы говорили, что несколько игр можно посмотреть, прежде чем делать. Сколько? 2-3-5. Увидим, но давайте. Вообще надо жить в дискретном режиме, это грех к игре. Следующая игра с Динамо. После игры с Динамо снова встретимся и поговорим. Леонид Анатольевич, как вы можете прокомментировать ситуацию с билетами? Она обсуждалась, имеется в виду гостевыми. Краснодар и там в Краснодаре вроде бесплатно пускают. Ну, а почему наши болельщики должны платить дороже, чем болельщики Краснодара? Все равны на нашем студии. Но все-таки наших болельщиков пустили в Краснодаре. Это их не политикам. Леонид Анатольевич, тут вчера один из наших коллег в соцсетях написал, что я думаю, вы ему выписали бан на аккредитацию на Спартаке. Кто это? Игорь Робинер утверждал, что по вашему личному приказу... А что такое? Он написал, что вы... Что вы приказали его не пускать на мальчик. Как я могу не пускать его на стадион? А на чем вы говорите, ребята? То есть вы это приказание не давали? Ну, а что? Ну, Игорь Робинер не любит Спартака. Но все это знают. Мне такая разница. Мне просто не нравится его статья. Я их читаю и все. А то, что ему реально запретили ходить на стадион как-то... Ну, погода плохая. Давайте откровенно. Плохая погода. И было бы сегодня хотя бы и завтрашняя погода, солнце. Но было бы на тысяч 10 больше. А второе, играть надо? Ну что, давайте откровенно. 28 тысяч по такой игре... Ой, хорошо. Если бы динамо придут или все-то немножко расстроит? Если бы сегодня выиграли или хотя бы нечего сыграть, был бы полный стадион. Так теперь не знаю, какая погода будет. 15. Мы надеемся, что нас болельщики поддержат и придут. Ильдар Нудович, вы мочистериком-то жаловались, что время неудачное вам... Сейчас время хорошее. Если бы было, конечно, время... 13.30 абсолютно идеальное время. Нам бы очень хотелось всегда дальше играть в это время. Воскресенье. Ильдар Нудович, в преддверии Кубка России какие-то возникали? Возможно, что Спартак станет проводить финал или это исключено? Ко мне вопрос. Я знаю, что будет игра в сборную. А если бы вам возвращаться по волгу финала? Жалко. То есть с удовольствием? Ну, если поле не будет к этому... Надо просто посмотреть, там не помню по сроку, когда мы играем. Если это будет игра через неделю, ради бога. Мы же согласовались, скажем, с тем же торпедовым стабильным. Если вдруг финал Кубка России или Ильдар Нудович попросят вас, и там будет все и сказали. Как отреагируете? Разница. Это финал Кубка России. Как я могу отказать Федерации? Спасибо. Спасибо. Спасибо.